Страшная вещь, но нужно постараться принять меры, может быть. Так как мы студенты, много товарищей из Китая, даже вот они сейчас не могут сюда прилететь, поэтому надо быть на стороже, но не знаю, надеемся, что до нас не дойдет. Конечно, страшновато, какие-то меры защиты должны быть. А не было вообще мысли отменить поездку в связи с тем, что сейчас вот? Пока нет. Меры предосторожности должны быть в такой ситуации? Я думаю, что сейчас вот именно по прилету будет большое количество людей в масках, чтобы как-то постараться защитить себя. У нас всякий случай тоже с собой взял маски. То есть есть у вас с собой маски, да? Да, да, я прилечу, одену. Опасно сегодня прилететь, не опасно? Какими мыслями, может быть, летите? По этому поводу никаких мыслей. Ну, самолеты тоже падают, поезда взрываются. Самолеты падают, поезда взрываются, эпидемии случаются. В Саратове коронавирусный гром пока не грянул, а потому пассажир аэропорта «Гагарин», через который китайская зараза может залететь в наш регион, обеспокоены лишь слегка. Масок на лицах сотрудников аэропорта пока не наблюдается. Специалистов с тепловизорами мы тоже не увидели. Хотя в региональном управлении Роспотребнадзора нас заверили, что все указания сотрудникам воздушных ворот Саратова даны и ситуация под контролем. Прямого сообщения между Китайской Народной Республикой и аэропортом «Гагарин» в настоящее время не существует. В целях профилактики риска завоза на территорию во все службы наши государственные контрольные доведены рекомендации о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Маски – это средства обработки рук, это средства личной гигиены, чтобы они были в наличии в тех, кто осуществляет этот досмотр как пассажиров, так и грузов. Еще вчера такое можно было увидеть только в кино. Сегодня это уже реальность. Более 15 городов китайской провинции Хубей с населением около 50 миллионов человек закрыты на карантин. Повсюду блокпосты и военные в масках. Подозрение на то, что китайский коронавирус пробрался-таки в Саратов, заставило на днях поволноваться и наших специалистов, когда из Китая вернулась студентка Саратовской консерватории. Прилетев из Москвы, рассказал нам ректор Саратовской консерватории Александр Занорин, она почувствовала недомогание и была обследована в одной из городских клиник. Одна студентка, Диан Джонсиа, которая уже по прибытии сюда в Саратов почувствовала недомогание, оборотилась в соответствующее лечебное учреждение. У нее установили первоначально ОРВИ, но в рамках безопасности был проведен соответствующий мониторинг, который не выявил у нее новый коронавирус. Безусловно, они осознают меру ответственности определенную, очень дисциплинированные люди. Кто приезжает, они проходят дополнительно и в Москве, и здесь у нас в Саратове осмотр. У нас есть несколько комнат, это где они проходят карантин. Приходит, соответственно, врач из лечебного учреждения и наш врач, который в консерватории проводит этот осмотр с медсестрой. И, соответственно, после этого мы принимаем решение. То есть и сами же ребята, если чувствуют какое-то недомогание, они как бы немедленно ставят нас в известность. Пожалуй, консерватория сегодня то место в Саратове, где чаще всего можно встретить жителей Поднебесной. Около ста студентов из Китая проходят здесь обучение. 40 из них находятся сейчас дома на каникулах. В связи со сложившейся ситуацией график их возвращения в ВУЗ был изменен. 30 человек из данных ребят учатся на подфаке, на подкурсе. То есть это не основные программы, поэтому мы приняли решение изменить график учебного процесса. Поэтому для 30 человек каникулы продлены, они будут находиться сейчас у себя на родине в Китае. Чуть больше 30 китайцев являются студентами и классического университета. Однако, рассказал нам проректор по международной деятельности СГУ Дмитрий Конаков, на каникулы домой из них никто не поехал. По информации от студентов, на каникулы они не планируют выезжать в Китай обратно. Планируют посетить города России. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Кто-то в Пензу собрался. И все они у нас под постоянным контролем. Что касается проявлений китайской хвори, то они, по словам медиков, идентичны классическим проявлениям ОРВИ или гриппа. Однако главный симптом у заболевших – очень высокая температура, отдышка и кашель. Определить коронавирус, рассказал нам завкафедра инфекционных болезней Медицинского университета Андрей Шульдяков, можно только в лабораторных условиях. Инкубационный период инфекции – около двух недель. А потому заразиться можно от человека без каких-либо клинических проявлений. Существенно менее патогенен по имеющейся на текущий период информации по количеству летальных случаев. Мы уже озвучили, что 30% ближневосточный, порядка 10-2003 год. И в этом году средняя цифра подается 3-5%, значительная нижняя смертность. Ну а темпы распространения с тех пор, как первые вспышки были в Китае, мы знаем, что количество только паспортов зарубежных в Китае за это время выдано сотни миллионов. Поэтому циркуляция китайских только туристов значительно увеличилась, и товаров, и так далее. Поэтому распространение в этот раз идет существенно более быстрыми темпами. Но, по счастью, все-таки вирус передается при близком контакте. Уже были эпизоды, когда люди перелетались с континента на континент и находились в самолете часами, собственно. И это самый близкий контакт, туалет, соседи по креслам. Ну и единичные случаи пока и в Соединенных Штатах, и в каких-то других странах. А в самолете 300, 400, 500 человек. И таких транспортных единиц уже по меру переместилось много. Но вспышка лавинообразно в мире не распространяется. Элементарные меры гигиены, элементарные методы ограничения передачи вируса, они все-таки спасают. И это спасает от нас от вот такого бурного развития эпидемии. В областном Минздраве нас заверили, что медики региона готовы к отражению грозного китайского вируса. На сегодняшний день у нас были два случая госпитализации лиц с явлением ОРВИ. Диагноз коронавируса не подтвержден, полная диагностика выполнена. Однако, настороженность медицинских работников позволила это сделать своевременно. Сеть медицинских организаций у нас достаточно широкая на территории области. Достаточное количество коек инфекционного профиля. Мы не застрахованы, что кто-то может прибыть в туристической поездке, у кого-то это деловые какие-то контакты. При любом случае ОРВИ в обязательном порядке будут задаваться вопросы относительно возможного пребывания в течение 14 дней давности на территории Китая. Тем не менее, коронавирус сумел просочиться сквозь китайский карантин и отметился уже в 20 странах. Около 5000 российских туристов, которые находятся сегодня в Китае, вывезут на родину до 4 февраля. А тем, кто собирался ехать в Китай, но передумал, сообщил нам по телефону председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма при торгово-промышленной палате Дмитрий Анпилогов, деньги вернут в полном объеме. Проблема у нас была с одной туристкой, купила тур, вылет должен был быть 27 января. Мы сейчас обязаны вернуть все деньги, ждем возврата туроператора, потом зеркально вернем все туристу. В частном случае ко мне обращаются мои друзья, есть проблема возврата, есть проблема, кто-то купил сами на агрегаторах авиабилетов в Китай к родственникам. Тоже вернуть деньги не могут. До этого, честно, Китай у нас не пользовался особым спросом. От путешествий в Поднебесную эксперты сегодня настоятельно рекомендуют отказаться. А вот вероятность получить смертельную бандероль по почте практически равна нулю. Вирус вне живого организма быстро погибает, так что интернет-шоппинг отменять не стоит. А вот в аптеку за противовирусными специалисты советуют не ходить. Пока ни в одной стране не существует протокол введения больных, где бы в лечение больного был включен противовирусный препарат. Больных будут лечить, проводить искусственную вентиляцию легких, назначать какие-то вспомогательные средства при необходимости антибиотики. Еще реаниматологи, у них целый ряд средств поддержания жизненно важных функций организма. Но вот средств, которые подавляют вирус, именно этот на современном этапе, с доказанной, подчеркиваю, эффективностью, нет. Вакцины от нового вируса пока нет, хотя работы по ее созданию идут полным ходом. Пока же верный способ обезопасить себя от коварной китайской заразы и пренебрегать обычной профилактикой ОРВИ. Мыть руки, не ходить в толпе и создавать панику. А из информации в СМИ стараться извлекать только конструктив. Продолжение следует...